Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Сегодня мы читаем с вами Евангелие от Луки. Начинаем седьмую главу. Будем читать со стиха 1 по 11. И поскольку мы читаем с вами на церковно-славянском языке, то я еще сообщаю вам номер зачала. Зачала номер 29. Егда же скончався глаголы своя в слухи людям, внедив Капернаума. Сотнику же некоему раб, боля, зле, хотяше умрете, и жебе ему честен. Слышав же о Иисусе, посла к нему старцы иудейские, моля его, якуда пришед, спасет раба его. Они же, пришедши к Иисусове, моляху его точно глаголище, якуда стоен есть, еже ащи дася ему, любит бы язык наш, и сонмище той созда нам. Иисус же, идяши с ними, еще же ему, недалечи сущу от храмины, посла к нему сотник други, глаголи ему, Господи, не движися. Несем бы достоин, да под кровь мой внедиши. Тем же не себе достойно сотворих прийти к тебе. Норцы слова, и исцелеет отрок мой. Ибо и аз человек есмь под владыкою учинен, имея под собою воины. И глаголюсь ему, иди, и идет, и другому прииди, и приидет. И рабу моему сотвори сие, и сотворит. Слышав же сия Иисус, чудися ему, и обращся, идущему по нем народу рече, глаголю вам, в него Исраиле толики веры обритох, и возвращшеся послани, обритоши болящего раба, исцелевши. Знаменитая история с сотником. Вот мы с вами сегодня о ней поговорим. Конечно, начнем мы, как всегда, с исторической части, географической, для того, чтобы нам получше представить себе и место, где все это происходило, и участников этого евангельского удивительного чуда, события. Ну, прежде всего, дело происходит, опять же, в Капернауме. Каждый раз я вам что-то новое добавляю. Сегодня объясню название. Кфар-нахум, дословно, деревня Наума. Согласно древним преданиям, в этом месте был действительно похоронен пророк Наум. Но место это сейчас неизвестно, но есть источники древнегреческие, в том числе, где так описывается. И вот в Капернауме, как мы с вами говорили, находились главные рынки. Это был очень большой, богатый, красивый город. И вот, как мы видим, проживали в нём не только иудеи. Вспоминается здесь сотник. Притом сотник очень необычный. Но давайте для начала разберёмся вообще, кто такой сотник, собственно говоря. Римская армия была устроена таким образом, что была она разделена на легионы. В одном легионе было 4800 солдат. Легион состоял из 10 когорт, каждая по 480 солдат. А когорты были, в свою очередь, разделены на центурии или сотни. Получалось, что в одной когорте было 6 сотен. То есть, на самом деле, сотня – это не буквально 100 солдат, это 80 солдат. И вот над каждой сотней стоял сотник или центурион. Соответственно, у сотников тоже там была своя иерархия. Получалось, что в одном легионе было 60 сотников, которые подчинялись командиру легиона. И, конечно же, у них была своя иерархия. Там был и самый старший из них, и дальше несколько рангов ниже. Мы ничего не знаем об этом сотнике в смысле его положения, статуса в римской армии, насколько он был высокого положения. Это еще зависело от рождения человека. То есть, какого из рода легионеров он, например, происходил или нет, ну и так далее. И поэтому об этом сотнике, вот его социальный статус как бы не уточняется. Говорится, что он был сотник, то есть командир, по сути дела, небольшой группы солдат, 80 человек. Но уточняется то, что важно для этого евангельского рассказа. Иудеи просят Христа помочь этому сотнику, потому что любит он язык наш и построил нам синагогу. Дело в том, что в Капернауме римские войска как таковые не стояли. Этот сотник относился к наемникам из армии Ирода Антипы, который был правителем Галилеи. И в то время наемников имела не только римская армия, то есть римский император, но и наши иудейские цари часто имели армию, состоящую из наемников. И, соответственно, этот сотник, будучи римлянином, он был наемником в армии. И какая-то сотня, наверное, в Капернауме располагалась для порядка, наблюдать за порядком и так далее. И вот нередко бывали такие случаи, что римские солдаты, находящиеся вот так вот в службе в армии того или иного израильского царя, могли уже как бы интересоваться иудаизмом, то есть в какой-то степени склоняться к иудаизму, оставаясь при этом язычниками. Но вот в данном случае мы видим, он построил на свои деньги в Капернауме синагогу для народа. То есть он, не будучи по рождению иудеем, имел склонность, интерес к этому народу, не изменяя при этом своим богам, не отказываясь от жертвоприношения, что было противозаконным, и его бы сразу казнили, если бы он попробовал, например, стать празелитом и перейти в веру иудеев, евреев. Но благосклонность такую вот оказывать завоёванному народу, скажем так, подчинённому, было вполне допустимо. И вот этот сотник также отличался невероятной добротой, милосердием, снисхождением к людям, поэтому его все очень любили в Капернауме. И иудеи пришли за него язычника заступаться и просить Христа, чтобы он помог ему. И обратите внимание, у сотника не сын болеет, и не жена, и не дочь, и не сам сотник, а болеет слуга. Вот такая любовь к своему слуге у него, что он умоляет, просит через посланных к нему, да, просит Христа исцелить этого отрока. У Матфея описывается тоже это чудо, и там как раз говорится, что иудеи пришли просить, у Луки сам сотник пришёл, да, но, скорее всего, считается, что Лука опустил просто, да, сократил как бы немножко рассказ. И вот мы с вами, конечно же, хотим знать, что за синагогу построил сотник, особенно те из вас, кто бывали на Святой Земле, в Капернауме в частности, про эту синагогу слышали или даже её видели. Действительно, существуют раскопки древнего города Капернаума, и там показывается синагога, которую гиды очень любят называть синагогой, построенной сотником, тем самым, у которого Господь исцелил слугу. Чем на самом деле является синагога евангельского сотника? Это, конечно, целая лекция, и, может быть, когда-нибудь мы на Топусе с вами такую встречу и лекцию устроим. Пока же я скажу самые основные и наиболее интересные моменты. Эта синагога является самым загадочным памятником со времён I, II, III века. Дело в том, что учёные до сих пор не могут точно её датировать. Есть очень разные предположения. Обнаружена она была в 1836 году, и тогда она была датирована I-II веком. Позже её датировали III веком, уже когда католики-францисканцы выкупили участок в конце XIX века. А потом более поздние археологические исследования отнесли её к IV-V веку. Спрашивается, каким образом вообще могла быть синагога в Капернауме уже в эру христианскую, то есть в византийский период. Дело в том, что многие евреи, когда бежали после второго восстания евреев, после восстания Баркохпы в начале II века, бежали как раз-таки на север, то есть в Галилею, и жили в Капернауме. В Капернауме довольно долго сохранялась еврейская община. Конечно, христиан в тот момент в городе было уже большинство, если мы говорим про IV-V век. И вот паломница Игерия вспоминает, как она посещала Святую Землю в IV веке, у нас в дневнике её сохранились, как они побывали в Капернауме, пишет она в дневнике, и подходили к ступенькам той самой синагоги, где проповедовал Христос, синагоги, построенной сотником. А внутрь она не зашла, потому что неевреям запрещено, и христиане тоже не считали нужным и возможным заходить внутрь синагоги. И вот, тем не менее, она упоминает о ней, то есть действительно этот памятник очень подлинный. Но скорее всего, та синагога, которую мы видим сегодня, построена на фундаменте синагоги сотника, построена после какого-то разрушения, вероятно, в более поздние уже византийские времена. Этим и объясняется её соседство с храмом, потому что совсем рядом, буквально через дорогу от древней синагоги, от её раскопок, находятся раскопки византийского храма, как предполагают, это место дома апостола Петра. То есть выходит, что апостол Пётр, если археологи не ошибаются, жил возле синагоги, построенной сотником. И хотя сейчас остались только раскопки более поздних строений, и в случае с домом Петра остались раскопки византийского храма, который на этом месте стоял, тем не менее, очень может быть, что местоположение, точки вот эти, они сохранились до сих пор верно. Так что мы можем с вами представить себе, да, сейчас вы видите только фотографии, конечно, но тем не менее, представить себе, как это могло выглядеть, и какой красоты была синагога. Это здание было украшено ещё гораздо лучше и богаче, чем то, что мы видим сейчас. Даже в 19 веке, когда её нашли, дело в том, что нашли её английские археологи, и когда они оставили место, то арабы, думая, что англичане там искали клад, арабы-бедуины, стали вести свои раскопки, представляете себе как. И, конечно, потихонечку ещё и, кроме того, что вели раскопки малограмотные, они ещё и растаскивали синагогу для домов, пережигали известняк и делали из него новый, древний известняк. Они растаскивали украшения для своих садов и домов. И, в принципе, если бы в 1894 году францисканцы не выкупили это место и срочно не засыпали синагогу опять землю, и не засадили деревьями, она бы не дожила до нашего времени даже в таком виде. Конечно, потом францисканцы уже при британском мандате в 20-е годы стали опять производить раскопки и очень во многом фактически реконструировали синагогу, потому что она была почти полностью утеряна уже к концу 19 века. Очень интересно, можно много было бы вам ещё чего рассказать, но, тем не менее, вот вы теперь знаете, что синагога, построенная сотником, это просто детективная история, это предмет, о котором можно писать тома исследований, и они существуют, и вы можете покопать интернет и найти всякие, может быть, интересные сайты и почитать. Мы же с вами перейдём уже к самому чуду, сотворённому Господом Иисусом Христом. Конечно же, здесь мы говорим с вами о вере, об удивительной вере сотника. Сотник – человек грубый, это воин, привыкший строго выполнять приказы, которые ему дают. Для римского солдата приказ – это вещь абсолютно незыблемая, её нельзя не исполнить. И вот удивительно, что в его сознании Христос обладает этими же самыми качествами, какими обладают его начальники, отдающие приказы ему, но только по отношению к духам нечистым, по отношению к ангелам, а язычники верили в ангелов. И вот он как ребёнок верует, что если он отдаёт приказ, и его подчинённые приказ безукоризненно выполняют, если ему отдают приказ старший, он тоже безукоризненно выполняет приказ, то Христос отдаст приказ, духи нечистые покинут отрока, и ангелы придут, и оживят его, то есть исцелят его со смертного одра, поднимут. Вот такая удивительная, детская, простая, очень наивная, но очень сильная вера. В этом смысле действительно языческий сотник проявил больше веры, чем верующие иудеи, которым как раз-таки часто в Евангелии мешает огромное количество знаний, каких-то представлений, тонких каких-то умозаключений, исследований священного писания. Вот здесь как раз-таки мы видим, что ничего не нужно, нужна простая детская вера и любовь, потому что что движет сотникам? Любовь к отраку, любовь вот к этому слуге, который был ему честен, который ему служил хорошо, и сотник хочет отплатить ему добром за добро. Да, вот это удивительное совершенно, удивительное совершенно вот такое отношение. Хотя, может быть, слуга и был обыкновенным слугой, хотя сотник говорит, здесь он был мне честен, но думается, что здесь просто любовь. Вот действительно, любовь старшего к младшему в данном случае, тем более слуга совсем мальчик, еще и, в общем-то, понятно, что он молодой. И сотник сожалеет о нем, как о ребенке. Вот это поражает именно здесь этот момент. И вот также у сотника есть смирение. Кроме веры и любви есть смирение. Он смиренно просит Христа сказать лишь слово. Он не заставляет его прийти к себе, хотя он был человек не бедный, мог бы вообще Христа пригласить на обед. Он не просит его войти под его кровлю, считая себя недостойным этого. Вот это тоже совершенно удивительно. Христос ходил и к мытарям, и с блудницами ел и пил. Если бы сотник его пригласил, думается, он бы и к нему бы вошел в дом. Это по понятиям иудеев мытари, сотники и блудницы нечистые. Сотники по причине того, что они язычники. Для Христа не было бы это преградой, скорее всего. Сотник здесь именно не считает себя достойным. И вот вам три компонента для совершения чуда. Вера, любовь и смирение. Вот такой удивительный рассказ о сотнике, не евангельский. И дай Бог нам с вами тоже почерпнуть из этого большое вдохновение. Конечно, вера, живая вера – это дар Божий, как говорит святитель Тихон Задонский. Действительно, это дается Богом. Но мы должны веру еще и растить. Это тоже такой момент творческий. Мы должны возогревать веру, растить, заботиться о ней, и не запускать ее, как какой-то куст, чтобы она засыхала у нас в саду нашей души. Мы должны ее растить. И вот как раз-таки эта история дает нам с вами способы, которыми можно растить эту веру. Это любовь к ближним. Ни за кого, наверное, мы не молимся так сильно, как за близких, когда любимые люди нами страдают или болеют. Правда же, любовь к ближним очень сильно провоцирует нашу веру, скажем так, любовь к детям, к мужу, к маме, к отцу. Правда же? И смирение. То есть просим, просим с детской верой сотника, осознавая, что недостойно получить. Вот получается, это мучает нас с вами этот евангельский рассказ удивительный. Ну вот, мои дорогие, на этом я хочу с вами сегодня попрощаться. У нас уже заметно холодает осень, но я согреваюсь экскурсиями Топоса. И, пользуясь возможностью, я хочу пригласить вас в замечательную видеоэкскурсию. Не угадайте, по какому городу. Под Белиси. Наконец-то на Топосе появилась Грузия. Как я этого хотела? Не то слово. И у нас замечательные авторы из Грузии. И одна гид, она рассказывает, и ее помощник, который, наоборот, оператора, снимает. Поэтому экскурсии сделаны очень хорошо. Пока одна, скоро будут еще знакомства с Тобелиси. Обязательно пригляните на Топос, доставьте себе удовольствие. Думаю, что у вас уже тоже пасмурно и холодно. Возможно, гораздо более, чем у нас. И настолько экскурсия солнечная. Настолько она по-грузински щедрая, добрая, позитивная. Остроумный гид, очень яркий, такая Лариса замечательная. Так что делюсь с вами радостью. Загляните на Топос. Экскурсия стоит среди главных. Там много новых экскурсий. Но вот особенно хочется вас пригласить в солнечные Тобелиси. Да, наверное, я замерзла. Мне пора пойти попить чайку. Я вас всех сердечно обнимаю. Завтра встречаемся на утреннем кофе. Не пропускайте в 8 утра. Храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok.